Всем доброго дня! Это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Климановой, 5-6 класса. Что ж, раздел 5. Путешествия и их географическое отражение. И 35 параграф. План местности. Ну, здесь, конечно, они довольно-таки много рассказывают. Здесь описывается, как можно путешествовать. И что, если вы хотите, так сказать, очень хорошо попутешествовать и сохранить все свои воспоминания, все свои впечатления, то вам стоит правильно вести дневник своего путешествия. Неважно, едете вы на дачу или вы летаете куда-нибудь в другую страну, чтобы попутешествовать и просто хорошо отдохнуть. Просто можно вести дневник. Даже если вы просто едете на какой-то курорт, то ведь в один день вы пойдете на пляж. В другой день вы возьмете, например, какую-нибудь подводную экскурсию. В третий день пойдете в парк. Все это можно записывать. И таким образом сохранить все свои впечатления в дневнике. Особенность дневника, что вести его надо, ну, желательно. Вести его каждый день, ежедневно записывая все свои, собственно говоря, впечатления, которые вы получали в этом путешествии. Но путешествуя, если вы путешествуете не где-то по курортам, ну, даже если вы и на курорт путешествуете, то вам даже в каком-то парке надо будет сориентироваться. Ведь аквапарки, парки, даже просто отели где-то на курортах, они бывают достаточно большие. И тогда вам на помощь приходит план местности. Дело все в том, что, по сути, изображения земной поверхности, они разделены на три части. Первая это глобус. Глобус это изображение всей земной поверхности. То есть глобус Земли. Большой. То есть вся Земля изображена на глобусе. Потом идет карта. Карты могут быть как изображающие всю Землю, так и изображающие, например, отдельную страну. Но особенность карт в том, что они все-таки достаточно много показывают, и там нельзя отобразить мелкие какие-то объекты. И вот в самом конце идет план местности. План местности, он очень невелик. Например, может быть, вы можете нарисовать самый простейший план вашей квартиры. И на этом плане вашей квартиры вы сможете разместить такие объекты, как кресло, стол, стул, диван, торшер, люстра. То есть вы сможете разместить самые небольшие объекты. Даже себя самого и, например, свою кошку или собаку, если она у вас есть. Но обычно планы местности делают немножко больше. Например, в каждом магазине вполне можно увидеть план эвакуации, где четко обозначены все выходы и так далее. Это план эвакуации тоже относится к планам местности. Если вы приезжаете куда-то в какой-то незнакомый, например, на какой-то незнакомый курорт, или оказываете ли день в каком-нибудь парке отдыха, вы тоже можете взять план местности парка, где будут обозначены, где какие находятся различные аттракционы, где какие места, например, где туалет, например, находится, где находится кафе, где зона отдыха, а где какие аттракционы. То есть, вот что такое план местности. План местности, он отличается тем, что он отражает небольшую территорию, и на нем можно разместить самые разнообразные мелкие объекты. Вот так вот. Что ж, но при этом планы местности, конечно же, они бывают самые разнообразные, и их достаточно много. План местности – это чертеж небольшого участка территории, выполненный по специальным правилам. Существует четыре основных правила построения плана местности. Правило первое. План изображает местность исключительно сверху. Всегда исключительно сверху. Неважно, план – это квартиры или целого какого-то поселка. Всегда изображение сверху. Вид сверху позволяет оставить самое точное представление о том, где какие дома, как они расположены, какой ширины проходы. А план всегда составляется очень точно. Глядя на план, всегда можно четко понять, на каком расстоянии друг от друга находятся те или иные объекты. Вот, например, вот здесь вот как раз-таки вот это изображение – это план местности вокруг поселка, видимо, Вэлвуд, который так вот называется. Здесь можно четко определить железную дорогу, где какие возвышенности, где какие сады, где какой лес находится, где какая дорога проходит и где какие поселения, собственно говоря, расположены. Это черные квадратики – это поселения. Вот эти линии, которые здесь проведены, их называют горизонтальными, они обозначают, куда идет возвышение или понижение. То есть, холмистая местность на вот этом плане очень четко обозначена. И видите, вот эти вот достаточно такие часто идущие линии с повышением, здесь обозначено, что это более такой резко повышающийся холм. Вот это обозначены, например, сады. Здесь тоже какая-то зеленая часть, то есть какие-то… находится что-то такое отдельное, вроде какого-то огорода или чего-то такого. Так, далее. Правило второе составление плана. Все объекты и на плане, как и на глобусы изображаются в уменьшенном виде или, как говорят, в масштабе. Масштаб отражает, насколько уменьшено относительно плана реальное изображение. Обычно делается так. В одном сантиметре на карте, скажем, тысяча сантиметров плана. Тысяча сантиметров – это у нас 10 метров, потому что в одном метре у нас 100 сантиметров. Тысяча, соответственно, это 10 метров. То есть один сантиметр на вашем плане – это, скажем, будет у нас 10 метров. Вот на этом плане один к десяти тысячам. Это означает, что в одном сантиметре на этом плане 10 тысяч сантиметров настоящих. 10 тысяч сантиметров это, соответственно, 100 метров. То есть в одном сантиметре этого плана 100 метров на реальной поверхности. Ну и, в принципе, видно, что достаточно такой большой план. Далее, правило третье. Объекты на плане изображают с помощью условных знаков. Здесь тоже это вот на вот этом плане четко видно. Эти самые горизонтали с их подписями, которые обозначают высоту. Вот эти вот кружочки, которые обозначают фруктовые сады с линиями. Вот эти значки дерева, которые обозначают, что здесь есть какие-то деревья и так далее. Все это условные знаки, которые едины для всего мира. Что в США, что в Европе, что в России, что в Китае, что в Африке или Индии. Везде эти знаки будут одинаковыми. И правило четвертое. Обычно план строят таким образом, чтобы его верхний край показывал на север. А нижний край показывал на юг. Поэтому всегда можно достаточно четко сориентироваться. Что если где-то что-то показано наверх, то это, соответственно, скорее всего будет север. Кстати, в компьютерных различных играх обычно верхняя часть миникарты тоже стараются ее направить на север. Такая вот особенность. Но не всегда и не везде. Масштаб. Обязательная часть плана. Ну, об этом масштабе я уже, в принципе, рассказал. Обычно, когда вы видите такое обозначение 1 к 10 тысячам, 1 к миллиону, это означает, что в одном сантиметре на карте или плане какой-то там 10 тысяч, 100 тысяч или миллион сантиметров в реальности. И уже от этих сантиметров вы отчитываете реальные метры и километры, как вам будет угодно. Но иногда бывает и по-другому. Можно делать масштаб, например, четко обозначая, что в одном сантиметре километры. Тогда это четко подписывают. Обычно на картах, именно на картах подписывают. В одном сантиметре столько-то километров. То есть, если планы делают в сантиметрах, то карты стараются делать в километрах. Ну, так как там в сантиметрах получится вообще миллиарды какие-нибудь. Это будет просто неудобно выписывать. Но бывает по-разному. Так, найдите недостатки аэрофотоснимка по сравнению с планом местности. С одной стороны, и вот это изображение, и вот это изображение одинаково. Но, да, с некоторой точки зрения аэрофотоснимок более точный. Но, можете ли вы на этом аэрофотоснимке определить, где, например, границы тех или иных участков? Где границы каких-то посадок? Где их, самое главное, какие здания находятся? И самое главное, например, какая высота у тех или иных холмов? Посмотрите, на плане прописаны цифры. И по цифрам можно определить высоту. То есть, вот здесь вот находится какая-то небольшая возвышенность. Высоту и аж в 172, видимо, метра. Здесь обозначено отдельное дерево. Вот здесь обозначены более четкие дороги. Где и как они соединяются. И самое главное, здесь обозначено, что вот здесь идет грунтовая дорога. А здесь уже вот этим пунктиром обозначена более простая лесная или такая совсем уж полудохлая, можно сказать, тропинка. То есть, это черная линия, это грунтовая дорога. А здесь скорее тропинки или полевые лесные дорожки, по которым машина, скорее всего, не проедет. То есть, план, по нему можно более четко определить, где что находится. Да, с одной стороны, снимок, он дает такое четкое представление. Но он не обозначит вам, какая перед вами дорога, какой высоты те или иные холмы или какие деревья и где находятся. И самое главное, снимок не позволит вам понять, какой колодец находится на снимке, а план позволит. И самое главное, на плане будет обозначено, рабочий это колодец или нет. Так, и вот вопросы. Можно ли по аэрофотоснимку определить название деревни или реки? Нет, нельзя. Это можно будет определить, только зная, например, где и какой именно снимок, что именно этот снимок делался, что он снимал. Можно ли по аэрофотоснимку узнать направление течения реки? Нет, нельзя. Можно ли по аэрофотоснимку узнать, хвойный растет лес или лиственный? Нет, нельзя. Нельзя все это определить по аэрофотоснимку. Можно только определить, что это лес и не более того. А вот на планах топографических это все обозначено. Далее здесь идет рассказ как раз-таки по масштабам, какие они бывают. То есть масштаб, который записывается словами, кстати, называется именованным масштабом. Ну или уже те масштабы, о которых я рассказал. В том числе, кстати, бывает линейный масштаб. Вот посмотрите, он обозначен в виде вот такой вот линеечки. Ну, в которой опять-таки показано, сколько в одном сантиметре тех или иных, того или иного расстояния на реальной местности. Он вот в такой виде линейки обозначен. Как на планах обозначают окружающие нас объекты? С помощью специальных обозначений. Что ж, расшифровывать и составлять план местности нам помогают условные знаки. Они очень разнообразны. Это не только значки, с помощью которых принято показывать отдельные объекты местности. Дома, мосты, мельницы, родники, колодцы. Линиями на плане изображают дороги, тропы, реки, ручьи, линии электропередач и прочие протяженные объекты. Даже фон плана – это тоже условный знак, который показывает, чем занята местность. Лесами, пашнями, огородами, болотами, озерами, живыми кварталами. И вот здесь вот можно по вот этому снимку и по вот этому плану можно уже примерно определить, что где находится. Этот вот рисунок и вот этот план показывают одно и то же. Посмотрите, вот он мостик и вот он ручей. Посмотрите, вот он ручей и вот он мостик. Обратите внимание, что здесь четко показана определенная линия, на которой обозначены кустарники. На рисунке вот они кустарники. На плане вот они кустарники обозначены вот такими значками. Тропинка обозначена вот этой вот линией. Дом, вот он, обозначен желтым линием вместе с сарайчиком, который находится сзади. А огород обозначен вот так вот. Вот этими значками в виде двух черточек обозначены луга. Ну, то есть такие какие-то зеленые травы. А вот этой линией с вот этим деревом обозначен лиственный лес, который находится опять-таки на рисунке вон там сзади. То есть вполне так достаточно понятно и можно определить этот план. Выводы. На планах местности изображают небольшие участки земной поверхности. Планы составляют в масштабе, а объекты на них изображают условными знаками. Ключевые слова и выражения. План местности. Ну, это план местности относительно небольшой, где можно разобраться, что где находится. Условные знаки. На топографических планах все объекты изображают условными знаками. Масштаб. Он бывает численным, именованным и линейным. Масштаб это то, во сколько раз на карте или плане реальные объекты уменьшены. Ну, то есть уменьшены на плане по сравнению с реальными. И легенда плана. Все объекты, которые изображены на плане условными знаками, они выносятся в отдельный такой блок, который называют легендой, чтобы люди могли четко определить, какой значок, что, собственно говоря, обозначает. Что показывает масштаб 1 к 500? Ну, он показывает, что в одном сантиметре на плане 500 сантиметров в реальности. 1 к 10 тысячам. То же самое. В одном сантиметре на плане 10 тысяч сантиметров в реальности. 1 к 2 с половинным тысячам. Ну, то же самое. В одном сантиметре на плане карте 2 с половиной тысячи сантиметров в реальности. Какое расстояние на местности соответствует одному сантиметру на планах с масштабом 1 к 500? 500 сантиметров. 500 сантиметров это 5 метров. Далее, 10 тысяч. 10 тысяч сантиметров это 100 метров. 2,5 это получается у нас 25 метров. Да, 25 метров. Переведите это расстояние в метры. Ну, это я уже перевел. 500, соответственно, 5 метров. 10 тысяч это 100 метров. 2,5 тысячи это 25 метров. Какой из этих планов самый подробный? 1 к 500 будет самым подробным, потому что на нем будет очень много объектов. Что общего между изображением земной поверхности на глобусе и на плане? Масштаб. То, что и на глобусе, и на плане изображение будет уменьшено по отношению к тому, какое оно в реальности, к его реальному размеру. Используя план местности в атласе, ответьте на вопросы. Ну, атласа у меня нет, поэтому, к сожалению, мне будет сложно ответить на эти вопросы. Расскажите о самом памятном для вас путешествии. Проиллюстрируйте рассказ компьютерной презентации. Ну, собственно говоря, самое памятное путешествие у меня было в свое время в горы. Это было еще в Ташкенте. Это было достаточно далеко, и я тогда был достаточно таким маленьким еще. И у меня просто не осталось никаких фотографий с того момента, поэтому делать какие-то презентации я просто не смогу.